Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и сегодня мы будем говорить с вами о славе в секрете небес. Из ваших комментариев я заметила, что немало игроков встречают трудности с этой славой несчастной, видимо где-то нечаянно ее теряете и очень часто, достаточно неожиданно, выскакивает табличка путь низкой славы. Поэтому это видео специально для вас, я покажу здесь все действия, которые дадут возможность получить статы славы. В самом начале истории нужно набраться храбрости и прыгнуть в пропасть, тогда мы получаем одну славу и уважение Геральда. А когда Вики пойдет на урок, нужно не профугать задание на время, выбираем третья дверь слева. Если вы ошибетесь два раза подряд, то вы потеряете одну славу. Во второй серии нас ждет очень сложный выбор. К сожалению, нельзя отцу признаваться, что я твоя дочь, так как это приведет к минусу одной славы, поэтому нужно выбрать «Я ошиблась, что подарит нам одну славу». Далее мы вступаемся за Дина перед Фенцио, что даст нам еще одну славу, а также улучшение с ним отношений. А также в конце серии мы можем лишиться славы, если растеряемся и остановимся при встрече с Лорой. Третья серия самая щедрая на славу. Но учтите, что ни в коем случае нельзя выбирать «Не играю ваши игры», вы сразу же потеряете две славы. Будьте внимательны, когда прыгаете. Не стоит раскрывать крылья на первый раз, иначе вы ничего не получите. Если вы раскроете их на второй раз, получите одну славу, а если на третий, то целых две славы. Когда вы будете с друзьями собираться к плачущим девам, нужно ответить «Энди, полечу сама», плюс один балл славы. Далее выполняем задание Геральда. Угадываем энергии. Для получения одной славы нам достаточно угадать хотя бы три энергии. Ну, а лучше, конечно, все четыре. Тут уже зависит от того, насколько у вас прокачаны отношения с Мими и Энди. Хочу заметить, что с Мими, да, я выбирала и кекс, и поцелуй. Но это как бонус, скажем так. С Энди я на тот момент не покупала никаких платных поцелуев. Кроме «Можешь меня провести за 17 алмазов». И этого было достаточно. В любом случае нужно правильно ответить, где стоит Сэмми и Ади. Сэмми стоит в четвертом ряду второй справа, а Ади в четвертом ряду второй слева. Потому что если вы угадаете одну или вообще ни одной энергии, у вас заберут одну славу. В четвертой серии мы можем потерять славу, если выберем промолчать в ответ учителю. Прыгаем в ад. Конечно же нужно прыгнуть первой. Тогда мы получим плюс одну славу. Ну, тут легко ориентироваться. Я заметила, что слава чаще всего где-то рядышком со смелостью. Поэтому вполне логично, что если прыгнуть третьей, то лишаешься славы. В конце четвертой серии приятное препровождение вместе с Мими, Ади и Сэмми за 19 алмазов также подарит нам одну славу. Пятая серия не подарит нам дополнительных баллов, но нужно осторожно выполнить задание на время. Нужно обязательно помешать Дина, потому что если мы выберем ничего не делать, то лишимся одной славы. Точно так же и в шестой серии нельзя выбирать вцепиться в волосы Ости или отвести глаза и извиниться, иначе снова уйдем в минус. В седьмой серии предлагаем свою кандидатуру за 20 алмазов. В состязании уворачиваемся влево и получаем одну славу. Восьмая серия воруем амулету Фенцио. Правильный вариант – третий амулет. А если ошиблись, ну, вы поняли, минус одна слава. Следующий выбор – по желанию. Если мы расскажем Люциферу про разговор Серафима и Геральда, мы потеряем одну славу. Но тут уже выбирайте, что вам важнее – не потерять славу или отношения с Люцифером. Девятая серия и задание на время. Ни в коем случае не дайте Фыру улететь, иначе он улетит вместе с нашей славой. А затем мы дракошку покупаем. Это также нам даст возможность получить славу в десятой серии. Да и как можно от него отказаться? Он такой хорошенький. Я ждала возможность его получить целых девять серий. Отправляясь на задание с Люцифером, покупаем самый дорогой наряд и одну из самых дорогих причесок, что в совокупности подарит нам одну славу. На свадьбе тоже будьте осторожны, так как вас ждет задание на время. Если вы выберете ничего не делать или преградить ему путь, то вы провалите даже попытку выполнить задание. И если у вас плохие отношения с Люцифером, то в десятой серии вы потеряете одну славу. Но если вы его провалили, и у вас хорошие отношения с Люцифером, то он соврет Фенцу и скажет, что вы все-таки ему мешали, и посоветует перевести вас на новый уровень. И в таком варианте вы славу не потеряете, даже несмотря на то, что даже не попытались выполнить задание. Но, как по мне, лучше не рисковать потерей славы, поэтому выбирайте упасть на жениха или расплакаться. Есть информация, что если у вас идеальные отношения с Люцифером, и когда вы провалите задание, то он соврет, что вы победили, и даст вам одну славу. Но, честно говоря, у меня это не получилось. Я проходила три раза, три варианта. Один раз по демону, второй раз по ангелу. Выбирала только Люцифера. Делала все выборы за алмазы. И он просто врет, что вы пытались ему помочь. И никакой славы не давали. Ну, а также я не нашла даже ни одного скрина этого текста, ни одного видео, поэтому я не могу даже считать, что это правда. Поэтому, друзья, я не могу вам рекомендовать то, что я не проверила на себе. Но если вам все-таки удастся получить эту сцену и получить одну славу, то, пожалуйста, напишите, каким же методом это вам удалось. Я с удовольствием перепройду целый сезон, чтобы добиться такого бонуса. После задания Люцифер приглашает нас посетить его самое любимое место на Земле. После этого он разрешает нам задать целых три вопроса, после чего предлагает угадать, на какой из них он ответил правильно. Выбираем, чем тебе нравится это место. Такой ответ даст нам возможность поцеловать в ответ Люцифера за 29 алмазов, что подарит нам дополнительно одну славу. В 10 серии, если вы купили фыра, вас пригласят участвовать в призыве очищающего ливня, что, как я уже говорила раньше, подарит нам еще одну славу. Но для этого нужно идти по пути высокой славы, иначе даже имея фыра, но идти по пути низкой славы, вас, к сожалению, даже не пригласят участвовать в очищающем ливне. Но я уверена, что после просмотра этого видео, у вас никогда не возникнет данной проблемы, и у вас всегда будет висеть табличка «Путь высокой славы». Чего вам, друзья, и желаю! Всего за сезон у меня накопилось 12 статов славы. Это с учетом того, что я одну потеряла, рассказав Люциферу про разговор. Я надеюсь, это видео было вам полезным. Если это так, то, пожалуйста, поставьте лайк. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok